Многие симптомы туберкулеза и коронавирусной инфекции могут совпадать, поэтому во время пандемии огромное значение имеет правильная дифференцированная диагностика и своевременное лечение. Больные туберкулезом относятся к одной из самых уязвимых групп населения. У таких больных поражены легкий и ослаблен иммунитет, что делает течение болезней более тяжелым и чаще приводит к осложнениям и даже летальному исходу. Именно поэтому необходимо ежегодно проходить флюорографическое обследование. О том, как сейчас в республике проходит профилактика, диагностика и лечение туберкулеза, мы поговорили с главным врачом противотуберкулезного диспансера Карачева Черкесии Смаилом Байрамуковым. Само заболевание туберкулезом в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось, но это не означает, что его стало меньше и меньше стало, потому что есть больные ковидные. Здесь другая причина, здесь немножечко меньше стали выявлять больных туберкулезом, потому что мы все силы, вся общая лечебная сеть бросилась в силы, все на борьбу с коронавирусной инфекцией. И немножечко, так сказать, забыли про туберкулез. Я думаю, главные специалисты других отраслей, наверное, тоже примерно так будет говорить, как я, но я за туберкулез говорю, что здесь основным методом выявления туберкулеза среди взрослого населения являются профилактические осмотры с помощью флюорографии. А как всем известно, когда началась эта коронавирусная инфекция, то были прекращены плановые осмотры флюорографические, значит, как среди взрослого населения по флюорографии, так, наверное, и среди детей. Поэтому у нас заболеваемость снизилась в два раза туберкулезом. Это очень настораживает меня, как главного специалиста. Здесь хотелось бы очень отметить тот факт, что мы, прогнозируя ситуацию, ждем на следующий год при выравнивании ситуации с коронавирусной инфекцией рост заболеваемости по туберкулезу. К сожалению, так получается, что на сегодняшний день те больные, которые к нам приходят по туберкулезу, это те больные, которые уже с запущенными формами туберкулеза. То есть из всех выявленных, если раньше мы говорили 50% больных, выявленных с запущенными формами туберкулеза, это тогда, когда не было коронавирусной инфекции. Сегодня до 80% это такие больные. И очень настораживающий такой фактор среди детей-подростков. У нас начали болеть подростки, которые раньше не болели. И подростки, которых сейчас мы взяли на учет, это те, которые с распространенными формами. Я еще раз говорю, что среди детей-подростков этого не было. Сейчас с распространенными формами. Но, как аптезиатор, я абсолютно нормально понимаю причины эти. И, к сожалению, сделать ничего не могу, потому что мы сегодня поставлены в такие условия, что на первом месте у нас сейчас борьба с коронавирусной инфекцией. Что обращают внимание сейчас? Среди заболевших коронавирусной инфекцией, среди туберкулезных больных, вот у нас 16 человек больных туберкулезом. Но я думаю, что можно говорить открыто, а тут секрета нет никакого. Среди 16 больных туберкулезом легких, заболевших коронавирусом, из них 10 человек с активными формами туберкулеза. О чем это говорит? О том, что туберкулез сам по себе, он снижает иммунную систему. И больной туберкулезом, в том числе легких, он готов, так сказать, ловить любую другую инфекцию. А на первом месте сейчас выступает коронавирусная инфекция. Поэтому они подвергаются риску заболеть туберкулезом. Больше скажу, что больные с коронавирусной инфекцией, у них абсолютно сниженный иммунитет, у них обостряются все хронические заболевания. И в этот момент, не дай бог, если рядом окажется больной с открытой формой туберкулезом, он 100% заболеет еще и туберкулезом. Две инфекции, которые усугубляют течение заболевания, как коронавирусной инфекцией, так и туберкулезом легких. И по новым методическим рекомендациям, 10-й версии, где звучит, что необходима четкая диагностика туберкулеза и новой коронавирусной инфекции, мы должны, аптезиаторы, в первую очередь, должны четко отслеживать алгоритм обследования больного новой коронавирусной инфекцией. Мы и до этого старались это все поддерживать и не принимать на прием без обследования на коронавирусную инфекцию, так как и вся остальная лечебная сеть. Тем более госпитализация. Вы знаете, когда привозят к нам больного по рентгенологическим признакам, похожего на туберкулез, но если у нас есть сомнения, раньше мы могли его взять на лечение и дообследовать здесь в условиях стационара, сейчас мы этого права не имеем. Мы сейчас должны точно знать, обследовать его на коронавирусную инфекцию, а это, к сожалению, иногда 2-3 дня уходило на то, чтобы поставить правильный диагноз. Ну а при большой распространенной форме туберкулеза, ну 2-3 дня тоже имеют значение. Поэтому перед аптезиаторами республики сейчас стоит в первую очередь задача при поступлении больного точно обследовать, уточнить диагноз, есть там коронавирусная инфекция или нет. И с другой стороны, когда больные с подозрением на туберкулез идут, тут еще проще, тут еще быстрее можем высказать свою точку зрения по поводу туберкулеза. У нас есть сегодня, на сегодняшний день, уже в течение нескольких лет работает ПЦР-лаборатория, довольно-таки современная, я считаю, на сегодняшний день очень эффективная. Это ПЦР-диагностика на аппарате GenExpert, который в течение 3-х часов может обследовать любую биологическую жидкость больного и сказать, находится там микобактерия туберкулеза или нет. Это самое важное, и это надо делать. Помимо этого, есть другие методы исследования крови ИФА, где можно определить наличие или отсутствие антител микобактерий туберкулеза. После того, как из стационара, из госпиталя выписался больной коронавирусной инфекцией, он должен наблюдаться, получать реабилитацию, наверное, получать реабилитацию в санаторных условиях, наверное, где-то на амбулаторном этапе получать. То есть я со своей колокольник, так сказать, ну, опыт такой есть по лечению больных туберкулезом. После выписки из стационара мы их наблюдаем не один месяц и доводим до завершения основного курса лечения, и когда мы говорим, этот больной излечился от туберкулеза и может жить полноценной нормальной жизнью. Вот эти принципы, наверное, надо и перенести на больных с коронавирусной инфекцией. Поверьте, когда на КТ идет КТ-2, КТ-3, как мы говорим, 4, где есть пневмония после коронавирусной инфекции, она оставляет большие остаточные изменения. Мы не держим стационарий в инфекционном госпитале, не ориентируемся на изменения на КТ, когда все должно рассосаться, и мы увидели, что легкие чистенькие отпустили. Не позволяет время по сравнению с больными с туберкулезом. В стационаре мы туберкулезных больных держим до того момента, когда полость закроется, инфильтрация рассосует, и в этот момент мы можем отпустить больного. На это уходит несколько месяцев. Такой роскоши, к сожалению, для лечения больных коронавирусной инфекцией в госпиталях нет. Поэтому там выписываются больные при отсутствии клинических проявлений, но при наличии рентгенологических проявлений мы их отпускаем домой. Вот дальше стоит вопрос, а как же с ними дальше? И опыт уже говорит. По происшествии двух месяцев после выписки из стационара у некоторых больных, где было поражение легких, 75-70-50%, у некоторых больных через два месяца все рассасывается, а у некоторых остается на месте, без динамики. Вот у тех, у которых рассасалось, это все хорошо, больные ликуют, и у них все отлично. А там, где осталось, это нервный срыв, это переживание. Почему я пролечился, получил все, и через два месяца у меня еще все остается. Следующий вопрос сразу сам собой напрашивается. Какое было наблюдение после выписки из стационара? Получал ли больной реабилитацию? В каких условиях он получал? И так далее. Вот здесь у меня, допросят меня коллеги, я бы хотел сказать, что вот опыт наблюдения за диспансерными больными у фтизиаторов большой, громадный. Ну, всю жизнь фтизиаторы за этим делом наблюдали. И если бы где-то наверху, не знаю, на каком уровне, вопрос решили бы так, больных, перенесших пневмонию коронавирусную, отдать под наблюдение фтизиаторам, чтобы фтизиаторы дальше наблюдали их и дальше ввели, наверное, был бы правильный. Ну, это мое сугубо личное видение вопроса, а как вышестоящий руководитель на это посмотрит, это другой вопрос. Но здесь, конечно, стоит вопрос о том, чтобы больной, выписавшийся из стационара, как и туберкулезный больной, который выписывается из стационара, вторым этапом шло бы санаторно-курортное лечение. Редактор субтитров А.Семкин